Москва-Боярская, ремесленная, торговая, дворянская, купеческая приглашают москвичей, гостей столицы познакомиться с разными историческими эпохами, которые застала Златоглавая. В таком формате в этом году проходит один из самых ярких новогодних фестивалей «Путешествие в Рождество». Портал Москва-Баку прогулялся по самой большой площадке фестиваля, которая развернулась на Манежной площади. Так зазывают гостей фестиваля многочисленные домики шале с вкусной едой и напитками. А перекусить здесь есть чем, начиная от крендельков и пельмешек и заканчивая рулькой на вертеле. Сколько вот такая нога готовится? Ну, готовится это на 4 часа уже будет готовой. Вкусно? Она пробовала? Очень вкусно. Угощаем. Попробуйте. Мы сегодня угощаем рождественским напитком, нашими авторскими чаями. Также у нас есть кутабы с сыром, с бараниной, есть брецели, есть ромовая баба, трубочка со сгущенкой. Также мясной ассортимент. У нас есть свиная рулька и шашлыки. Ждем вас. Приходите. Мы вас угостим. Угощают на фестивале и ароматным чаем. И очень интересно знакомят с купеческими традициями чаепити. Эта приветливая дама, словно сошедшая с картины русского художника Купчиха за чаем, рассказала нам интересные истории про сахар. Он стоил очень дорого. Бедные люди пили чай, лишь поглядывая на него со стороны, а молодые люди использовали его в своих сердечных делах. Заходили они ко мне для того, чтобы купить вот такой пакетик сахарный. Для чего покупали? Влюблялся молодой человек в барышню и предложение хотел ей сделать. Ну как узнать, согласна, не согласна барышня? Вот придет он ко мне, купит такой сахарный пакетик и пойдет к своей зазнобушке пакетик дарить. Если барышня пакетик брала, значит замуж была согласна. Можно сватов засылать. А если она такой пакетик не брала, ну прости, батюшка, не люб ты мне, не пойду, я за тебя замуж. Вот так-то вот изговаривались. Здесь же вас встречают и уличные торговцы, которые очень артистично показывают, как торговали на Сухаревке во времена Гелировского. Эти люди точно могут уговорить любого прохожего купить все, что угодно. Дырки практичные, тоже аутоэтичные. Почем дырки? За грош 3 килограмма насыплю во все карманы. Дырки от бубликов, от баранок, от калачей, от кранделей сразу по 2. Лежа вопись, подходи, торопись. Очень много впечатлений здесь могут получить, конечно, дети. Для них приготовлены различные мастер-классы, игрушки, сказочные персонажи и даже возможность получить маленький сладкий подарок за стишок или песенку. Да что там дети? Многие взрослые участвовали в этой детской забаве. Я коробейница, и я раздаю конфетки, леденцы, стишок за петушок и любое творческое проявление. Так, то есть я могу заработать сейчас петушок, да? Надо вспомнить стих. Да. Любой. Любой любимый стих. Главное, четко, с расстановочкой, с выражением. У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь над дубитом. И днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. Пойдет налево, песнь расскажет, направо сказку говорит. Там чудеса? Там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит. Хорошо, отлично. Вот, держите, леденец, вы большая молодец. Ой, спасибо вам большое. С наступающим вас праздником. Бай, спасибо. Пока. Фестиваль «Путешествие в Рождество» будет идти по 8 января 2024 года. И мы можем сказать, что посетив одну из множества площадок фестиваля, действительно совершаешь путешествие по Москве разных эпох. И в каждой она такая яркая, живая, самобытная, колоритная, вкусная и, конечно, сказочная. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Редактор субтитров А.Семкин